И начать свое слово я хотел бы с такого вопроса для каждого из нас, о котором мы можем поразмышлять. Как вы думаете, знать Бога и знать о Боге, равнозначны ли эти утверждения? Знать Бога и знать о Боге. Могут ли быть это равнозначными утверждениями? Я думаю, что нет. Потому что это немножко разные вещи. И давайте мы приведем пример более удобный для восприятия нашей повседневной жизни. Допустим, возьмем Максима в пример. Я знаю некоторые факты о нем. Мы с ним не знакомы, да? Но я знаю о нем некоторые факты. Что он хороший парень, он всегда любит помогать. Он добрый, отзывчивый, он служит в церкви. И если я знаю это о нем, как вы думаете, делает ли меня его другом, будучи мы не знакомы с ним? Нет, мы не являемся тогда с ним друзья. Но что делает нас с ним другом? Что личные отношения, личная взаимосвязь, какое-то общение, какое-то времяпрепровождение, какое-то, даже, знаете, это слово, доверие. Доверие также является наличием отношений. Так же и с Богом. Понимание чего-то о Боге не говорит о том, что человек знает Бога. И это очень важно понять в нашей жизни, в жизни верующего человека. Потому что в этом мире много людей, которые знают что-то о Боге. Но это знание, если они остаются в нашей голове, это лишь только факты, которые мы можем сложить в копилочку, факты о Боге. Но такие знания, они не приносят силу в жизнь человека. Такие знания, они не имеют влияния на этого человека. И эти знания остаются лишь в голове, как, знаете, может, какие-то общеобразовательные вопросы. Кто создал эту землю? Бог, который родился 2000 лет. Это лишь знания. Но для верующего человека, рожденного свыше, очень важно, чтобы знания были преобразованы во что-то глубже, во что-то большее. И мы этому учимся. И мы этого достигаем при участии и непосредственной близости с Духом Святым. Через Его присутствие в нашей жизни возможно, только через Его присутствие в нашей жизни возможно понимание каких-то истин о Боге глубоко в нашем сердце. И эти истины, они становятся откровением. Эти истины становятся частью нашего сердца, частью нашего представления о Боге. И это формирует наше отношение с Богом. То есть мы знаем Бога. Мы понимаем, каков Он. Допустим, например, многие люди в этом мире, они верят в Бога. Многие люди, они знают Бога, да? Многие люди, я думаю, знают даже, что Иисус умер за грехи. И есть люди верующие, ну, как бы по-своему верующие, да, в кавычках. Люди знают, что Бог — целитель. Но это всего лишь может остаться знанием. Ну, допустим, когда в нашей жизни... Я говорю о том, как наши знания могут перейти в откровение о Боге. О том, как наши знания о Боге могут нас привести в то состояние, когда мы знаем Бога. Мы знаем, каков Он. Допустим, человек знает, что Господь — Он целитель. И человек может это знать на протяжении долгого времени, да? И для него это может быть чем-то далеким. Но когда человек соприкасается с этим, и Бог реально исцеляет этого человека, и тогда человек понимает, ого, значит, Бог, значит, Он целитель на самом деле. Он же меня исцелил, он как бы забрал эту болезнь. Значит, у человека уже сформировалось какое-то понимание Бога на личном опыте. На личном опыте. Не то, что он где-то слышал о том, что Бог есть. И даже если мы читаем Библию, и Библия остается в нашей голове, но не растворяется в нашем сердце верою, это всего лишь знание. И мы знаем, что знание надмивает, а Дух же вытворит. Поэтому очень важно. Очень важно находиться не в позиции знать что-то о Боге, а детям Божьим важно знать Бога. И это происходит через какие-то ситуации в нашей жизни. Понимание, кто Бог для нас и какой Он, понимание о том, что Бог любит нас, то, что Он ценит нас и Он участвует в нашей жизни активно. Это происходит через какие-то жизненные ситуации. Это происходит через личные откровения, которые Бог дает. И вот этот опыт, опыт общения с Богом, опыт взаимодействия с Богом дает нам понять, какой Бог. Но если это просто знание, которое как бы отрешено от Бога, оно остается знанием, и оно не имеет силы. Это как бы в своем роде получается просто религия, которая внешне как бы имеет какие-то результаты, как Иисус говорил, да, вы гробы окрашены, знают закон, знают много чего. Но по сути внутри это слово, оно не имело в них силы, потому что оно лишь оставалось на уровне головы, на уровне понимания. И это было видение моего слова. И я хотел бы к этому месту прочитать, к этому слову прочитать одно место, которое очень ярко описывает портрет или образ Божьих детей, описывает взаимоотношения Бога и человека. Это написано в Иезекииле 11 глава, 19, 21 стих. Давайте прочитаем, но не будем на этом долго задерживаться, потому что время ограничено. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, я буду их Богом. А что сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Видим, да? Здесь некоторые такие моменты, которые Бог открывает для своих детей. Сердце единое, и дух новый вложу в них. Это сердце единое, да? Сердце любящее Иисуса Христа, и людей, которые движутся этой любовью в единстве. Дух новый вложу, обновляйтесь духом ума вашего, да? Через рождение свыше мы обновились, мы стали наследниками Божьими. То есть что-то новое, новая природа в детях Божьих, она зародилась. И так дальше, да? Здесь мы можем увидеть красочное описание. И, как я говорил, что Божье Слово, оно настолько глубокое, что даже один стих можно разбирать очень долго. И на нем можно вникать, можно о нем говорить, и времени не хватит. Так, да? И теперь хотел бы, двигаясь дальше, рассмотреть две личности, которые мы можем встретить в Слове Божьем, и на примере которых мы попытаемся увидеть и проанализировать, что значит знать о Боге что-либо, и что значит знать Бога лично. И эти два человека очень известны всем нам. Это будет Давид и Саул. Давайте рассмотрим их и рассмотрим некоторые такие яркие примеры из их жизни, чтобы нам сделать какие-то выводы и провести анализ и параллель, и вынести пользу из этого для нас. сделать выводы, да, и принять свою жизнь, что-то принять, а чего-то избегать, чтобы нам проводить эту жизнь правильно и в соответствии с Словом Божьим. И в рамках этого служения невозможно полноценно рассмотреть все эти истории, которые были в жизни Давида и Саула, поэтому я лишь коснусь некоторых, более такие ярко показывающие нам пример. И, наверное, начнем с Саула. Начнем с Саула. Он займет у нас меньше времени. Наверное, мы знаем, да, все, что нету народа в те времена, да, наверное, сейчас нету народа, который бы знал больше о Боге, чем евреи. Наверное, это люди самые максимально сопряженные с Богом. Они, наверное, больше всего знают и законов, и истории, и каких-то фактов. Да, но знание и их положение перед Богом, то, что это избранный Божий народ, зачастую не имел результата в их жизни. И зачастую мы видим не самые лучшие решения среди этого народа. И Саул, к сожалению, не был исключением. И мы помним в истории, которая описана в Библии, таких нескольких факторов в его правлении, которые привели к тому, что Бог отнял от него царство, и в конечном итоге он потерял свою жизнь и жизнь своих детей. в сражении. Эти моменты, давайте я просто так их словами вспомню. Я просто расскажу о них, и не буду им читать, потому что это займет много времени. Первая история, когда он ослушался Самуила, потому что Самуил сказал ему, ожидая меня в том-то месте, я приду, и мы принесем жертву. Но Самуил, он задержался, и Саул предпринял самодеятельность и принес жертву сам до Самуила. Это была первая ошибка, которую он совершил, первое непослушание. Второе непослушание, которое он совершил, когда Бог сказал, из того города, который они победят, чтобы они не брали ничего себе и все предали заклятию, то есть все уничтожили, все-все-все. Но Саул взял лучшее из того города. Это вроде бы, если не ошибаюсь, это был скот и какие-то, может, еще вещи. Одежда была. И он двигался чем? Какими побуждениями? Он хотел это принести в жертву Богу, то есть из лучших каких-то побуждений, но это было непослушание Богу. И в том же месте есть такие очень радикальные слова, что послушание лучше жертвы Богу. И непослушание равносильно колдовству. И третье место, когда уже в отчаянии, третья ситуация, когда в отчаянии Саул уже обратился к гадалке. То есть Бог заповедовал своему народу, чтобы они не обращались к этой силе и к этим людям, потому что это грех. Но он обратился в отчаянии своем, потому что Бог уже отступил от него и Бог уже сказал, что отдаст царство другому. И он обратился, и тогда Самуил говорил к нему и сказал, что завтра же ты будешь убит и будешь со мною. И так произошло. И интересное наблюдение знаете в чем? Что Бог не отверг Саула из-за его непослушания. Бог не отверг его и не забрал от него царство, не потому что он его не послушался, он забрал от него царство, а потому что у Саула не было близких отношений с Богом. Потому что Саул, он не боялся, не боялся ослушаться Бога. И в этих ситуациях непослушание это лишь результат. Результат отсутствия близких отношений Саула с Богом. Это не то, чтобы, знаете, Бог, ты меня не слушаешься, я тебя забираю от твое царство. Это было не так. Но было наоборот, что так как Саул пренебрегал Словом Божьим, так как Саул не имел вот этого чувства, понимания, что Бог, он велик, то, что он особенный, и его слово, оно закон, не было вот этого, знать, откровения о Боге. Он знал о Боге, потому что все евреи знают о Боге. Он наверняка соблюдал закон, наверняка знал законы Божьи. Но мы видим, что его сердце не было прилиплено к Богу. И поэтому из-за разрыва этой связи с Богом мы видим последствия как непослушание. Я верю, что это послужило причиной того, что Господь забрал от него царство. Потому что подтверждение этому можно взять другой пример. Как Давид, тоже он совершил несколько, некоторые шаги, которые были греховными, которые были на самом деле посерьезнее, чем просто взять из заклятого или принести жертву раньше времени. Давид совершил побольше ошибки, чем эти были. Но Бог не отверг его. Бог не забрал у него царство, но наоборот он говорит, что, про Давида как. Нашел я мужа по сердцу своему, который исполнит мои желания, мои хотения. И поэтому я уверен и верю в то, что здесь критической ошибкой Саула было не то, что он не ослушался Бога, а то, что его связь и знание Бога, знание то, каков он, его просто не было между Саулом и Богом. Поэтому отсутствие отношений с Богом были явлены как непослушание, как неуважение к Богу. И через это он потерял Царство Божие. Но что касается Давида, мы можем увидеть совсем другую картину. Когда идет речь о Давиде, это что-то особенное из его поколения, потому что это феноменально, то, какие он имел отношения с Богом, то, какое он имел сердце, поклонника, сердце, которое любило Бога. И независимо от тех ситуаций, которые происходили в его жизни, помните, он вышел за... женился на жене Урии, там потом исчислил народ. Это были большие грехи, которые влекли за собой большие последствия. Но Бог не отверг его. Бог не отверг, потому что он имел сердце любящее, потому что Давид имел вот это близость с Богом. Его сердце, оно было привлеплено к Богу. И поэтому также есть большое обетование, которое Господь произносил Давиду, что твой род, он всегда будет на престоле, что ты всегда, твои дети, они будут всегда царствовать. И даже Давид говорит, что кто я такой, что ты говоришь мне такие слова. В смирении он и в страхе обращается к Богу после такого обещания, после такой чести, которую Бог ему говорит. И на жизни Давида мы можем увидеть несколько ярких моментов, которые с точностью наоборот показывают его отношение к Богу, не так, как это делал Саул, с точностью наоборот. И первое место, которое я хотел бы прочитать, оно написано в Первом Царстве, 17 глава, 45 стих. И от самого начала мы видим, что Давид, он уже был близок с Богом. Вот место. Это битва Давида и Голиафа. 17 глава, 45 стих. Давайте прочитаем. А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства, воинства израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою». Так, ладно, нам только 45-й нужен. «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильских, которые ты поносил». Это очень яркий пример того, что Давид знает Бога. Потому что все войска, которые израильские, находились на том месте, они знали, каков он Бог. Они знали что-либо о Боге, что он может спасти. Но из всего этого воинства, из всех этих израильских мужей, только один юноша был способен сказать эти слова, сказать эти слова этому гиганту. и это знак того, что он реально знал, кто такой Бог. Он реально знал, что Бог может сделать это чудо, и только с его помощью он мог победить его. Понимаете, это уже очень яркий такой пример того, что у Давида будет все хорошо впереди. У Давида есть правильное сердце и правильное положение в Боге, чтобы царствовать над Израилем и чтобы написать очень много псалмов хороших. Это первый пример того, что Давид имел понимание, знание Бога. Дальше хотел бы разобрать с вами, возьмем один пример, который говорит не о том, что для Давида Саул был каким-то особенным. Помните, да, что Бог предавал в руки Давида Саула, несколько раз, но Давид не сделал никакого зла. Прочитаем, что он сделал. Это написано в царстве. Мне кажется, я не положил закладку, да? Ладно, я скажу на словах, я, наверное, не отметил это место. Помните, когда Давид был в пещере и в пещеру зашел Саул и он обрезал край одежды у Саула, хотя его люди, которые были с ним, говорят ему, Бог предает тебя в твои руки, убей его и ты станешь царем. И Давид уже на тот момент был помазанником и он как бы знал, что он будущим будет царем. Но что Давид сказал? Да не позволит мне Господь убить помазанника его, потому что не избежать наказания или что-то в таком роде было, да? Вот что хочется увидеть, постараться заметить в этой ситуации и какое понимание у Давида было. Здесь суть не заключается в том, что Саул был каким-то особенным и не заключается суть в том, что там есть место, да? Отлично, прочитайте. Здесь суть не заключается в том, что Давид испытывал какие-то особые чувства к Саулу или он его ценил как-то, нет. Для Давида важно было Божье Слово. Для Давида важно было уважение к Богу. Для него была важна ту любовь и те отношения, которые он имел с Богом. Потому что это заключалось в чем? Потому что Бог поставил Саула, помазал его. И Давид просто не мог себе позволить сделать что-то этому помазанию, сделать этому выбору Божьему. Потому что Давид он уважал Бога, а не Саула. И Давид не хотел идти против Бога, вразрез с ним. И в этой ситуации мы видим вот это почтение к Богу. Мы увидим в этой ситуации вот этот трепет перед Богом и вот эти отношения, знания Бога лично, которые привели его к такой ситуации, что он не смел поднять руки на помазанника. Потому что это Божий выбор, это как бы Божье постановление, что Саул является помазанником. Вы уловили смысл? В чем суть этой ситуации? Что Давид ценил Божье Слово. А Божье Слово говорило, что он помазанник. И из уважения к Богу, из уважения из-за той любви, которую он имел к Богу, это не давало ему сделать грех или сделать какое-то непослушание в этой ситуации. Да, и здесь мы опять же видим некоторые примеры для нашей жизни, что зачастую обстоятельства, логика может говорить обратное, что можно так поступить, можно так поступить, да, и ты можешь быть прав. Но иногда нас, не иногда, да, а в таких ситуациях нужно понять и подумать, будет ли это правильно перед Богом, будет ли это, знаете, уважительно к Богу, потому что есть некоторые ситуации в нашей жизни, которые не должны восприниматься нами, как какой-то наш опыт или какое-то наше убеждение, но мы должны это понимать в свете Писаний и понимать то, чего хочет Господь от нас. И еще одно место, которое я хотел бы вспомнить, которое говорит нам о том, что Давид знал кто такой Бог и знал Бога лично. Это то, когда в насилие в Иерусалим ковчег Божий. Помните, как он плясал, прославлял, что даже его жена судила, что как бы он как будто бы себя вел неправильно. Но на самом деле он в искреннем сердце от великой любви просто поклонялся Богу, прославлял его. И мы можем увидеть сердце Давида, увидеть его отношение к Богу, увидеть его положение к Богу на основании также псалмов, что мы видим, когда он прямо вот много очень пишет, что Бог его прибежище, что именно в Боге заключается его силой. Поэтому я привел сегодня такие два примера, чтобы нам легче было понять в нашей жизни, в каком положении мы находимся и кто для нас Бог. Знаем мы просто о Боге что-то или мы знаем Бога лично. и если мы знаем Бога, то тогда какую силу это знание дает нам? Потому что знание Бога, знание, каков он любящий, заботливый, это всегда будет иметь какую-то силу, силу преображения, силу перемен, силу каких-то, знаете, изменений в нашей жизни. Но если знать просто что-то о Боге, это будет останавливать нас, и мы будем оставаться на одном месте. И это не будет иметь силы для нас. И яркий пример тому это Саул и Давид. Как мы можем увидеть, что в его жизни отсутствие отношений с Богом выражалось в непослушании Богу. Также в нашей жизни что-то, какое-то несовершенство в отношениях с Богом или какое-то пренебрежение в отношении Бога, оно может под собой выражаться какими-то может греховными вещами, может какими-то неправильными вещами, из-за того, что мы не максимально или не так глубоко знаем Бога. И, конечно же, жизнь Давида и его примеры, его поведение, они являются примером для нас, которым мы должны подражать, которые говорят нам о том, каков Бог и что значит знать Бога лично. Его вера в этом сражении с Голиафом, что он знал Бога. Он в этой тяжелой ситуации был уверен, что Господь поможет. Также ситуация, что когда Саула придавал его в руки, он ценил Бога, и поэтому он ценил Божье Слово, и поэтому он не мог пойти вразрез с Богом. И также для нашей жизни это пример в том, что мы должны прежде всего не ставить наши амбиции наперед, не ставить наши субъективные мнения впереди, но ставить Божье Слово и ставить Божью волю наперед. И даже если это неудобно для нас, то все равно мы должны поступать так, как Бог хочет, так, как будет показывать нашу любовь к Нему. На этом я закончу тогда. Божье Слово